В частности, одновременно сейчас строится 4 детских сада в жилом районе Покровский. И мы уже приступили фактически к строительству новой школы на тысячу мест. Я рассчитываю, что в будущем году эта школа будет сдана в эксплуатацию. Поэтому я считаю, что жилой район Покровский привлекательный. В ближайшее время там будут созданы все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Поэтому советую внимательно смотреть на этот жилой район. Там будет возможность и посещать детский сад, и школу. Буль, где детям учиться, смело переезжайте. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Я живу в советском районе, и у нас огромная очередь в детские сады. Мне кажется, самая большая в городе. И сомневаюсь, что мой ребенок попадет в детский сад. Но, однако, я слышала, что мы можем получить место в старике другого района. Возможен быть такой вариант. И будем ли мы в этом случае исключены из очереди в советском районе? Спасибо. Спасибо, Ольга, за вопрос. Спасибо за вопрос. Я хотел бы отметить, что в советском районе мы предполагаем строительство максимального количества детских садов. Их будет более десятка, которые будут построены в ближайшее время. Но, отвечая на ваш вопрос в отношении того, как можно было бы встать на очередь в других районах города, я хочу сказать, что я принял решение и дал соответствующие указания в ближайшее время внести изменения в нормативные документы, которые позволяли бы красноярцам вставать на очередь в различных районах одновременно. При этом, конечно же, очередь в каждом из районов будет двигаться в соответствии с ситуацией в этом конкретном районе. Получив место в детском саду в каком-то из районов, естественно, очереди в остальных районах теряют свое значение. То есть эти очереди, если можно так сказать, обнуляются. Одним словом, если я правильно понял ваш вопрос, в ближайшее время будут внесены поправки в нормативные документы, которые позволят вставать одновременно на очередь в нескольких районах города. Еще я немножечко уточню вопрос. То есть, если на очереди стоять в советском районе, то можно будет... Встать в октябрьском, либо в центральном, либо в счет какой-то... Встать в октябрьском районе, и когда очередь подойдет, то переехать в этот район. Нет, переезжать не надо будет, просто можно будет получить место в детском саду, в том районе, где очередь наиболее быстро будет двигаться. Ну, у нас есть еще один телефонный звонок. Есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Елена, я живу в Кировском районе. У нас такая ситуация. Недалеко от дома прямо находится садик, 278-й, но дом закрыт на капитальный ремонт. Сейчас требуем бы два года, на следующий год, я надеюсь, получим уже место в достойном учреждении. Но есть и надежда, что садик будет открыт, и он продолжит ремонт, и неизвестно, когда мы потом попадем в садик. Спасибо. Спасибо, Елена, за вопрос. Значит, 278-й садик включен в план ремонта, на него выделены соответствующие деньги, и предполагается, что в середине будущего года капитальный ремонт этого детского сада будет завершен. И он будет использоваться как детский сад. Там будет создано более 100 мест для ребятишек. Всего подобных детских садов, которые будут капитально ремонтироваться и превращаться вновь в детские сады, 12 штук, которые в городе Красноярске намечены, по которым будет проведена такая работа по их капитальному ремонту. Поэтому, что касается 278-го детского садика, то к 1 сентября будущего года он должен быть полностью отремонтирован и распакнуть свои двери для ребятишек. На этой позитивной ноте прервемся на короткую рекламу. Очень скоро вернемся. Звоните нам, пишите в Твиттер, оставляйте свои вопросы на СМС-сервисе, не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию программы «Акбулатов. Прямой разговор». Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – дети. Многие вопросы мы уже успели обсудить до короткого перерыва. Тхамшу Кривич, но еще заранее многие вопросы к нам поступают, и мы до эфира решили спросить очень многочисленного сообщества «Мам Красноярска». Я имею в виду интернет-сообщество «Красмама». Какие вопросы волнуют интернет-пользователей? Ну, давайте, собственно, у них и спросим им слово. У меня маленький сын, он неплохо рисует, но пока еще не ходит в школу. Я вот хотела бы узнать, при школах есть какие-то бесплатные из-за студии, где можно позаниматься? Да, практически при всех школах существуют бесплатные кружки дополнительного образования, и вы собираетесь только отдавать своего ребенка в школу, поэтому я считаю, что при записи в школу необходимо заранее поинтересоваться, кто ведет данную из-за студии, как организован образовательный процесс. ответственно заявляет, что практически при всех школах города существуют дополнительные кружки бесплатного, подчеркиваю, бесплатного, дополнительного образования. Историй Петрович, но ведь не только при школах, есть же еще и бесплатные занятия, можно специализированные центры. Да, конечно, есть дополнительные центры, но я так понимаю, что речь идет о начальной школе, поэтому при школах такие кружки обязательно существуют, и ребятишкам, и родителям порекомендуют, куда обратиться в случае, если возникнет желание более, так сказать, углубленной подготовки по интересующему направлению. Есть у нас еще один вопрос от интернет-пользователей, давайте послушаем. Моей дочери 5 лет, ей, как и многим в этом возрасте, нужны занятия с логопедом. Подскажите, есть ли у нас в городе центры, где можно бесплатно получить, позаниматься? Ну, наверное, практически каждому ребенку нужно заниматься, с каждым ребенком нужно заниматься, для того, чтобы его речь была правильной, и он правильно произносил все буквы. Хочу сказать, что центры бесплатного консультирования, бесплатных занятий существуют во всех районах города. Поэтому нужно, для того, чтобы, так сказать, получить эту информацию, нужно зайти на сайт администрации города, в раздел «Главное управление образования», и там указаны номера, и адреса, и порядок записи на такие курсы. Такие курсы, безусловно, есть, и они бесплатные. Я напомню, сайт администрации города, от МКРСК.ру, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут, и в каком районе Красноярска вы живете? Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в центральном районе, меня зовут Сергей. Сергей, слушаем вас. В следующем году собираюсь отправить ребенка в пионер-лагерь, в летний лагерь. Но опасаюсь, что дети будут предоставлены сами себе, с ними будет недостаточно заниматься, и вообще беспокоюсь о безопасности. Как сейчас с этим? Как можно быть уверенным, что все будет в порядке? Спасибо большое. Спасибо за вопрос, Сергей. Безусловно, когда ребенок уезжает в пионерский лагерь, в загородный лагерь отдыха, это, конечно, для родителей всегда тревожно. Хочу сказать, что у нас в городе в этом году должно отдохнуть в загородных лагерях более 9 тысяч ребятишек. Это 15 лагерей, среди которых есть и муниципальные, и не муниципальные лагеря, в которые уезжают ребятишки. Вопросом безопасности, вопросом содержательной программы отдыха и обучения ребятишек в период их нахождения в загородных лагерях мы уделяем большое внимание. Что касается безопасности, то сегодня все, без исключения лагеря, оборудованы видеокамерами, которые контролируют ситуацию на территории лагеря, и особенно при входе и выходе с территории лагеря. Введены в Штаты соответствующие сотрудники, которые отвечают за безопасность лагерей. Хочу сказать, что только что закончилась первая смена, вот буквально несколько дней назад, как прошло с тех пор, как ребятишки вернулись с первой смены. Это более трех тысяч ребятишек. И, ну, должен сказать, что, конечно, еще сезон не завершен, но первая смена, с первой смены прошла без каких-либо происшествий, без каких-либо, значит, ЧП. Все ребятишки вернулись здоровыми и, я надеюсь, отдохнувшими и радостными с точки зрения того, что им удалось хорошо провести время. Поэтому я думаю, что можно было бы вам проехать по этим лагерям, посмотреть, где они находятся, как организовано, поговорить с обслуживающим персоналом, как организован отдых ребятишек для того, чтобы потом составить свое представление и понять, если вы хотите отправить ребенка в какой из лагерей вам это было бы сделать наиболее для вас удобно и для вас интересно. Ну, я напомню, как мы уже отмечали, всего за летний сезон удастся отдохнуть 35 тысячам. 35 тысяч ребятишек – это в том числе и ребятишки, которые отдохнут в пришкольных лагерях, в палаточных лагерях. Я имею в виду сейчас загородные лагеря, стационарные, которые, как правило, посменно принимают ребятишек. Это чуть более 9 тысяч человек. А всего, да, вы правильно говорите, 34 тысячи ребятишек отдыхают, значит, по различным форумам. Ну, я напоминаю, что мы принимаем звонки от телезрителей по телефону прямой линии 233-04-03. Пишите нам также на смс-сервис 9020 с пометкой «Мэр» и сообщение в Твиттер с хэштегом «Мэр на Енисеи». Вот очередное сообщение в Твиттере звучит таким образом. «Я слышала, что можно поставить ребенка в очередь в детский сад, не выходя из дома. Сын совсем маленький, оставить его не с кем. С ним стоять в очередь очень тяжело. Как можно встать в очередь, не выходя из дома?» Или пока такой возможности нет? Безусловно, такая возможность в ближайшее время появится. Это связано с дальнейшим расширением функционала. Я думаю, что мы имеем дело с активным пользователем интернета, поэтому я буду применять такие термины функционала, системы, которые мы называем электронной очередью, которая сейчас позволяет отслеживать положение в очереди, смотреть, как движется эта очередь, видеть, какое количество людей получают места в тех или иных детских садах. В ближайшее время этот функционал будет дополнен возможностью поставить ребенка в очередь, не выходя из дома, с помощью средств интернета. Для этого сейчас мы прорабатываем вопросы о объединении баз данных с базами данных, баз данных Главного управления образования с базами данных ЗАГСа и с порталом госуслуги.ру. В ближайшее время это будет завершено, поэтому в конце текущего года такая возможность постановки на очередь, не выходя из дома, она станет реальностью и будет реально работать. А у нас на связи еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Из какого района вы? Добрый день, меня зовут Роман, я из Советского района. Вот у меня такая проблема, помощь не у меня, у моего племянника. Мой сосед, ой, смотри, мой сын ходит в детский сад, а там группы не все полные.